Этим дареным коням как раз не мешало бы зубы посмотреть. Чтобы узнать состояние полицейских лошадей, специалисты взяли у них анализы и будут проводить обследование. После гибели двух служебных животных городская полиция решила отдать 10 оставшихся в живых пенсионеров коней безвозмездное пользование. Их распределили в Аграрный университет, в Крестьянско-фермерское хозяйство и в Зоове техникум Краснокутского района. Студенты их смотрят, но это лишний опыт, лишний образовательный какой-то момент у студентов. Ну и среди моих студентов много желающих, кто общаться, слышать будет. Сейчас четыре коня, которые попали в Зоове техникум, находятся в 30-дневном карантине. По результатам исследования биохимии крови им потом подберут индивидуальные рационы питания. Лошади в принципе в нормальном состоянии. Я не могу сейчас судить о конкретной диагностике, потому что буквально на днях мы сдали кровь, взяли забор крови, провели. Животные сейчас на биохимии. Будем выяснять, какие-то недочеты, возможно, есть. Под пристальным вниманием конь по кличке Прогул. У него специалисты все-таки отметили признаки истощения, списав их на возраст. Прогулу 21 год. Сейчас на службе в городской полиции остались 10 лошадей. Рацион кормления и содержания лошадей регламентирован приказами МВД России. На каждую лошадь выделяется 7 килограмм сена и 6 килограмм овца. Но на этом лошадиная история еще не закончена. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств, которые должны были идти на содержание лошадей. В нем в качестве подозреваемого фигурирует индивидуальный предприниматель, с которым городская полиция заключала контракт. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.